Шпили-уили, эврибади. Уже это будет максимальная жесть. Я люблю солить суп. Не Алёне привет, не пока, ты чё, конченая? Сык от наебта, а? Доброго времени суток, мои приятные молодые люди. Меня зовут Ильдар, и вы на канале Мистер Облачко. Я сегодня Мистер Облачко, меня не видно, только голова. Тело парит где-то в облаках, поэтому сегодня я буду только одной частью тела, головкой, да. Короче, новая серия Беременов 16, там тоже кое-кто думает только головкой. Вроде как последняя серия, но это не точная информация. На моём канале будет ещё серия, которую я пропустил позапрошлая, по-моему, или позапазапро, ну неважно, короче. Серия ещё точно будет. Мы ещё с вами поудивляемся беспечности и бестолковости этих маленьких девчонок. Ну им 16 лет-то всего, ну какая беременность. Какие дети, нету ничего. Ни кола, ни двора, ни денег. И знаете, вот для вас, моих зрителей, самое время не быть как герою шоу Беременов 16. Поэтому я вам настоятельно рекомендую завести новую карту Тинькофф Блэк в лимитированном космическом дизайне и повышенным кэшбэком. Ну понятно, да, выше меня кэшбэк точно. У меня она, естественно, есть, причём очень давно. Кстати, недавно Тинькофф вошёл в список 13 системно значимых банков. Это самые крупные и влиятельные организации финансового сектора России. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. До 15% на три выбранные категории, 1% с любых покупок. Но мои самые любимые позиции кэшбэка это 20% за покупки игр в Steam и многих других игровых магазинах. 15% Яндекс.Еда и Деливери Клаб. И 10% за покупки в Apple Store, Google Play, Spotify и YouTube. Ещё очень классно, что кэшбэк приходит реальными рублями, а не какими-то там бонусами. Можно снимать наличное, да даже ваш кэшбэк в любом банкомате мира. Ну и конечно есть переводы на другие карты без комиссии. Я бы посоветовал вам успеть до 31 октября, так как у вас будет тогда бесплатное обслуживание карты навсегда. Ну и конечно, чтобы не упустить такое, переходи пожалуйста по ссылочке в описании и заказывай самую крутую карту самого крутого банка. И это факт. Ну а теперь начинаем видео. Привет. Меня зовут Яна. Мне 16 лет. Живу недалеко от Москвы. В городе электроугли. Какие вам угли? Пожалуй, на сегодня я возьму электро. Так мне, пожалуйста, электробритву, электросамокат. Может быть электроугли возьмёте? Пожалуй, возьму. В хозяйстве точно пригодится. Всего 60 километров отделяет мой город от столицы России. Расстояние небольшое, но разница жизни в этих городах просто огромная. Получается, у них там ходят паровозы. И паровозы, они топятся углями, понимаете? А у них не надо бесконечно угли забрасывать, у них электроугли. Получается, паровоз может идти бесконечно. Вот так вот. Нужно просто угли по одному подзаре... Бляяяяяй! Извините, понесло куда-то не туда. В городе электроугли, все друг друга знают. Люди любят перемывать друг другу кость. Кстати, я прослушал, как зовут героиню выпуска. Надеюсь, скажут ещё хотя бы раз. Слухи быстро разлетаются по всему городу, и это, конечно, напрягает, но мне вообще не важно то, что обо мне говорят другие. Я выбираю тратить времени на выслушивание чьих-либо мнений, а на учебу. Опа, ничего себе, что-то новое. После девятого класса поступила в колледж, и сейчас учусь на первом курсе на маляра. По итогу, конечно же, не буду я стоять со шпателем. Профессия, на самом деле, для будущего, чтобы потом пойти дальше учиться. Чтобы потом самой сделать ремонт в комнате ребенка, все нормально. На дизайнеры интерьера. У меня в голове почему-то теперь крутится электрошпатель. Я не понимаю, почему. Ой, я в электроуглях работал электрошпателем, все верно. Блин, какое смешное название у города. Электроугли. Мама, ты куда? Я в электроугли на заработке. А когда отучусь, планирую работать на себя и из дому. Создавать интерьеры и делать квартиры людей красивыми. И моему парню Диме нравится эта идея. У нее будут электроинтерьеры. Электродизайн. А у нее парня электросперма. Ребята, извините, что-то смешинку съел какую-то. О-о-о. У меня, кстати, есть матирующие салфетки для лица. Пожалуй, воспользуюсь ими пока. С ним мы учимся в одном колледже. Только он на четвертом курсе. Ему 21 год. Специальность у Димы техническая. Будет монтажником промышленного оборудования. Познакомились мы чисто случайно из-за одной неприятной ситуации. Я забеременела. Вот так и познакомились. Пацан начал что-то на меня бузить из параллельной группы. Мой одногруппник такой, типа, ну что он, нужно ему дать. Напишу я Диме. Дима пришел, поговорил с моим обещанием. Так вот происходит, типа, мы с ним познакомились. Как? На меня что-то наезжал одногруппник? Просто так. Он неуравновешен. Написал о Диме, он дал ему пи***. По-мужски. И с моего спасибо началось наше общение. И дружеские встречи, которые со временем переросли в любовь. И она мне понравилась глазами, улыбкой и большой попой. И большой попой. Как пеннивайс какой-то, знаете, такая мерзость небольшая появилась. Когда мы только познакомились, я не знала вообще, кто такой Дима. Это электродима. Потом я об этом узнала. Модный футболист. Именно так говорят о моем... Модный футболист. Вот это Дима, кстати. Очень приятно, Алексей. Я строитель в большой организации. Очень приятно. Я Никита. Я работаю программистом в крупной конторе. Да, а ты кто? А я Дима, стильный футболист. ...парня в электроуглях. Но это и неудивительно. Ведь Дима в 6 лет пошел на секцию по футболу. Мечтал стать известным футболистом. Мечтал. До 14 лет. Пока во время тренировки не случилось то, что навсегда вычеркнуло Диму из мира профессионального спорта. Прямовый тренер. В прямом смысле. Получил травму коляна. Вообще не играл 2 года. Бросить такой спорт, это как бы тяжело. Это моя жизнь. Так ты и не бросил по итогу. Видишь, играешь каждый день, получается. И хоть с карьерой футболиста Дима попрощался, но с самим футболом нет. Сейчас играет в любительский со своими друзьями. И совмещает это не только с учебой, но и с работой. Дима кассир в супермаркете на полставке. Получает в месяц 25 тысяч рублей. Что на полставке? В свободное время получается футбол катает чешо. Парк наличный? 220 рублей. Я считаю Диму классным, крутым парнем. И рада, что именно он обратил на меня внимание. А еще рада тому, что спустя 3 недели наших отношений... И я забеременела. Вот такие у нас отношения. Мы стали жить вместе. У меня отец спросил. У тебя, типа, есть девушка? Сказал, типа, да. В 16 лет папа сказал, типа, ты че? Я говорю, ну, блин, понимаешь, ложишься. Папа сказал, типа, ты че? Я такой, блин, ну, пап. Сейчас молодой под себя построить? Он, типа, ну, если хочешь, пускай мне с нами поживет. Я ей предложил, он сказал, почему бы нет? Хорошая идея, можешь попробовать. Просто через 3 недели знакомства Пацан приходит домой, говорит, с нами будет жить какая-то девка. Все. Место в двухкомнатной квартире родителей Димы хватает всем. И им, и нам с Димой. Он единственный ребенок в семье. Его маму зовут Наталья. Ей 39. Она старший продавец в элитном магазине продуктов. А что значит элитный? А, вот он у нас сейчас. Получает хорошо. 60 тысяч рублей в месяц. Не, ну, я так понимаю, это местная азбука вкуса в электроуглях. Электроазбука называется, наверное. Элитный магазин. И папа Димы тоже неплохо зарабатывает. Около 50 тысяч. Работая кассиром в супермаркете. Семья такая кассиромагазинная. Водители моего парня люди простые. Но жить с ними совсем непросто. Может, нас сегодня на ужин? Ничего, я Диме приготовила. А нам? Думал, что вы не будете. Такая классическая ситуация. Люди живут дома, кто-то готовит еду на кухне. Они не питаются. Чувствуют запах. Приходят такие. Ой, а мы тоже хотим покушать. Ты же здесь живешь. А я вам не готовила. Потому что, наверное, вы не будете. Вы же не едите. Как-то не будем. Что там у нас покушать есть? Я не на всех приготовила. Для Димы, да? Да. Но если вот у меня есть настроение приготовить на всех, то я готовлю на всех. Если я не хочу, то я никому ничего не обязана. Да-да-да. А ты за квартиру им платишь деньги, что ты так разговариваешь? То есть, если бы ты снимала у них там комнату, платила им 15-20 тысяч рублей, и такая, а что ты им должна готовить? А так ты у них там приживала и какое-то устроилась, и не можешь приготовить, как-то уважение проявить? Что-то плохо тебя воспитали совсем. Есть руки, есть ноги. Захотела, пошел, приготовил. Так иди работай, сними квартиру себе. Ужас какой-то. Боже, пиво, и фу. Человек живет с нами, но не живет по правилам семьи. Но мы привыкли, что... Александр Борисович, здравствуйте. Пришел уже с работы, чтобы он пришел, покушал, сплоснулся, и уже начал отдыхать. И я на ней не так... Александру Борисовичу тоже рекомендую матирующие салфеточки. Это воспитала, думает о себе. Может, со временем научится на всей семье готовить? С мужем думали, что... Ну, поживут и потом... Возьми какой-нибудь пруд из ивы такой, знаешь. И вот так вот, чтобы поняла. Ну, что такая уже не превоспитается никак. Мы разошлись. Ну, она такая настойчивая, осталась. Настойчивая. Мы выгоним. Ей некуда идти. Я рассказывала тете Наташе и дяде Саше о своей семье и о детстве, которого лишили меня мои родители. Моей маме Антонине 42, а папе Руслану 50. И по документам они менее... Они бомжи. Кто? Ну, мама и папа. Ну, я прям попал. Лишили родительских прав. Вообще, я была нормальной мамой. Ну, просто... Я начала употреблять наркотики. Я хотел пошутить так. Ну, не надо было. Все норм. По ней, в принципе, видно. Мне вообще тяжело вспоминать этот период в моей жизни. Да, она прям подкумаренная такая до сих пор. Мне тоже тяжело вспоминать. Но и забыть я это никогда не смогу. Тогда мы все жили в Балашихе. Это город за 25 километров от... Все, у меня к ней вопросов нету. Почему никакого воспитания? Почему она такая, гаи, все. Родители связались с плохой компанией и начали употреблять наркотики, когда мне было 6. А младшей сестре Полине всего один год. И пока они уходили в себя, за нами часто присматривала Алена, наша старшая сестра от первого брака мамы. Ей тогда было 16 лет. Я понимала, что происходит. Я как бы уже взрослая была. Детям было очень тяжело. Они плакали. Я плакала, потому что не понимала, почему мама так часто спит, а папа все время пропадает из ума. Почему в школу бывало, я хожу сама и не всегда в чистых вещах. Мама просто поздние каточки в доту катала, уставала, и поэтому пришлось с днем отсыпаться. Много времени провожу у своей бабушки, Галины Николаевны, папиной мамы. Это очень больно. Что мама, что папа, они люди неответственные. Ну, они просто на детей внимания не обращали. Дети как сорняки росли. Какая спокойная бабушка. Получается, ее дочка наркоманка. Она такая, ну, родители не обращали внимания, бывает. Но на меня обратили внимание в школе. Что я хожу туда голодная, сообщили в органы опеки. А те, когда увидели тот ужас, в котором я живу, лишили родителей прав на меня и младшую сестру. Мне было 10, а Полине 5. Ее взяла под опеку бабушка, а меня старшая сестра Алена. Я не справлялась с Яной. Начались проблемы. Но она меня не слушала совсем. Начала убегать там со школы. Гуляла. И через два года меня отдали под опеку маминой сестре, Тане. Я переехала к ней в деревню Павлино за 20 километров от электроуглей. А мама в это время боролась с зависимостью. И ей удалось с ней завязать. Буквально позавчера. В период моей жизни был... Ну, она реально выглядит очень, будто какая-то зечка под бутератом. Я не знаю. Очень сложно для меня. Слава богу, он закончился. Жалею и понимаю, что... Ребятки, запомните, наркотики, зло. Вообще ни при каких условиях. Никакие наркотики нельзя опробовать. Не надо никогда. Вы не знаете, какие будут последствия. Как они на вас повлияют. Возможно, вы один раз попробуете и, типа, все, больше никогда не будете. А может быть, подсядь. Поэтому не надо экспериментировать. Фу, не... Нет. Наркотики зло. Не надо вам это. Смотрите. Вы хотите вот так... Изменить уже ничего нельзя. Наркотики разрушают полностью нашу жизнь. А еще они раз... Пока что лишь факты. Разрушили нашу семью. Мама с папой уже несколько лет не вместе. Хоть официально не разведены. Старшие си... Гурят вместе по Wi-Fi. Синхронизировались. Стра Алена вместе с мужем и сыновьями Никиты и Даней живут с мамой в трехком. А, ребят, у меня слишком хорошее настроение. Как бы это все очень грустно и печально. Но мне почему-то весело. ...на квартире. Следят, чтобы она не сорвалась. Мама держится. Устроилась работать курьером за 25 тысяч рублей в месяц. А еще пытается наверстать упущенное. И иногда просит у бабушки разрешить ей погулять с Полиной. А что это у тебя там такое? Ничего. Бедную девочку жалко, если честно. Вот тут реально сопереживаю. Мне было пять лет, когда мать стала жестко наркоманить. Не хочу даже представлять, что это такое. Это просто ад. Ужас. Я вот сейчас задумался. У женщины были дети. Да, возможно, у нее были проблемы какие-то в личной жизни с мужем. Но в чем проблема? Развелась там и все. У тебя были сильные чувства. Но ты ради детей могла бы как-то себя контролировать. Получается, она в 30 плюс лет начала баловаться. Ну, стопудово какая-то солевая баба с салями. Потому что она прям такая до сих пор беспокойная, дерганная. Как можно в таком осознанном возрасте начинать жрать какое-то говно? Ну, то есть, типа, что это такое? Мам. Ну, мне обидно, что так получилось. Все дети живут со своими родителями. А я какая-то как будто особенная. Ну, потому что я живу с бабушкой. Хотя родители у меня есть. Блин, девочку очень жалко. Вообще капец. Я тоже возобновила общение с мамой после того, как она завязала. Даже жил... Тебя тоже будет жалко, если будешь уважать людей, в квартире которых ты живешь. ...власть не некоторое время. А вот с папой связь поддерживаю очень редко. Сейчас он не работает и живет за счет пенсии своей мамы. Блин, ребята, кстати, вы, наверное, часто замечаете... Ну, точнее, если не замечаете, я вам рассказываю. Я когда, там, пересматриваю свои ролики, бывает, я вижу прям, как я грызу пальцы в кадре. Можете потом писать тайм-коды иногда мне, типа, ты здесь грызешь пальцы. Чтобы я читал, мне было стыдно. Я в кадре не грыз пальцы, потому что я как школьница какая-то. Я, понимаете, всю жизнь вот эти вот кутикулы раздираю, там, типа, чуть-чуть она подделась. Вот надо досюда отодрать, чтобы кровь шла вместе с мясом, отодрать. Вот. И я сейчас пытаюсь отказаться от этой привычки ужасной. Я не знаю, типа, вы можете сказать, там, ты беспокойный. Ну, типа, да, может быть, чуть-чуть беспокойный. Но это реально уже просто бессознательная привычка. Я хожу и грызу эти пальцы, понимаете? И я сейчас каждый раз, когда вот начинаю этим заниматься, такой, аааа, блядь. Ну, вообще, вы поняли, больно. Блядь. Да чаще так лупить, наверное, точно не буду. Моей бабушке. Ну, сейчас моя жизнь как по инеркции просто сейчас идет день за днем, день за днем сменяется. Просто так бывает, наверное, в жизни, что как-то против течения нет. Ну, я так понимаю, она, походу, под солями с мужем своим сидела, потому что, смотрите, у него уже зубов нету. Какие-то язвы трофические на руках. Ой, блядь. Иди, не иди, тебя просто жить будет. Терамы вынесет туда, куда она тебя вынесет. Ну, типа, а сколько ему лет? Ему лет 40, может быть, реально. Он молодо выглядел, но зубов нету. А чего это может быть? Солевой. Моих родителей Дима знает лично. Я стыдилась этого знакомства из-за их прошлого образа жизни. Но считаю, что это нужно было сделать, так как я решила переехать к Диме. Я был в шоке. Отец наркоман, не работает, живет на бабушке счет ее. И мама наркоманила. Я не понимаю, что в деле кто-то наркоманит и забивает на своих детей. Ее из родителей, то нормально, только я такая чистая бабушка. Квартира просто ад какой-то, блядь. После того, как Дима увидел... Просто надо сжечь и все. ...видел квартиру, в которой живет мама, сказал, что не хочет, чтобы я часто к ней ездила. Боится, что я могу чем-то заразиться. Фу-фу, ужас. Бля, мне нравится, как они эти логотипы... Ункер, Моллер, как это называется этот рюкзак, заклеивают. Типа, никогда не понятно, что это за фирма. А Димина родители вообще против общения с моей мамой. Привет, дочь. Ты нас вообще собираешься знакомить с родителями, с Диминой? Мне надо знать, где ты живешь и вообще с кем. Ты бы раньше думать начала. Пока не горит желание. Такая решила проявить интерес к личной жизни своей дочери. Живем, не живем. Нормальная позиция, конечно. Не проявляют желание знакомиться. Она реально будто вмазанная в кадре. Я считаю, что пустить... Личную... Девушку жить к себе после... Блин, если она реально слезла с того говна от респекта, то очень тяжело, во-первых. Во-вторых, она, видимо, сидела типа дико плотно, потому что она... Такая, знаете, полуневминозия. Трехнедельного знакомства с сыном, да? Ну, странно для меня. Ты что вообще думаешь по этому поводу? Может, она стесняет? Знакомить с ними. Может, самим туда поехать? Ну, здрасте. Они-то должны проявлять какой-то вообще интерес к нам. Зачем мне знакомить с человеком, который пришел на родительских прав? Мне противно с такими людьми общаться, с наркоманами. Поэтому я ни здрасте, ни такому человеку не скажу. Но теть Наташа придется принять тот факт, что пусть они с моей мамой и не знакомы, но их... Я не буду осуждать ее позицию, но поддерживать тоже не буду. Кое-что объединяет. Ведь я беременна. О своей беременности я узнала в первый же день задержки месячных. Майчуйка мне подсказала. Зайди в аптеку и купи фрау-тест. Надо было такую интеграцию сделать. Ну все, подруга, у тебя будет ребенок. Чтобы удостовериться в этом, я сразу... Купила фрау-тест. Уже взяла тест. Фрау-тест, купите у меня тоже интеграцию, пожалуйста. Сколько я уже реактов сделал мне? Женская аудитория, буду говорить. Девчонки, а постоянный спонсор моего канала. Тест на беременность вот такой-то. Не хочешь ребенка? Завиди лучше козленка. И купи фрау-тест. Тест на беременность. Денег у меня, правда, было немного. Благо, есть тесты, вполне доступные по цене. Я догадалась точно. Почему у меня до сих пор не купили рекламу? Презервативы, прокладки, тест на беременность, мицеллярная вода, косметика. 70% женской аудитории. Алло. Это беременность, когда должны были начаться месячные. Я сделала тест, и тест показал две полоски. Я не могу сказать, что... А, видели, да? Вот только что опять начал драть, блядь. То у меня было удивление. Ведь мы с моим парнем Димой планировали этого ребенка. Ну как мы? Больше, конечно... Нормально, так 16 лет планирую ребенка. Все нормально. Я в 16 лет планировал, как загонгать из Фа на Миде за Риксара. А она планировала ребенка, боже. Дима, спустя два месяца нашей совместной жизни, он прямо сказал, что уже хочет стать отцом. Я уже понимаю то, что лучше сделать в раннем возрасте, чем потом уже в лет 30-30. А в 13 надо было начинать, когда у него там месячные начали. В 12, может быть. В 5 это уже как-то не то будет. Ну, в 30 лет не то. Я, получается, обречен. Да и я была не особо против ребенка в 16. Пока не поняла, что беременна. Пока не увидела гонорар, который предложили с телеканала Ю. Кстати, маник пулеметный. Я, конечно, засомневалась, но нужно ли все-таки это мне и Диме. Нет, Дидас хорошая фирма, можешь взять. Поэтому ему я решила пока не говорить и хорошенько все обдумать. Но молчать об этой новости я не могу. Сфотографировала тесты и отправила лучшей подруге Юле. Мы дружим уже 4 года. Учимся в одной группе колледжа и привыкли делиться друг с другом всем. Тестами. У нее уже восьмой ребенок постоянно скидывает мне свои тесты. Я открываю смс-ку и понимаю, что я ***. Я не понимаю, что происходит. Может быть, ну, прикол какой-то. Подружаня, йоу. Ты че, конченая что ли? Нормальное начало диалога. Ни Алёне привет, ни пока. Ты че, конченая? Кстати, у нее прикольная заставочка стоит на свою подружку. Длин, тебе 16 лет, ты *** совсем. Я ее же тебе говорила, что мы хотим. Ничего страшного. Ты с ней встречалась, ты всего ничего. Я думала, ты имела в виду пирог. Пирог назывался детский. Играйте в семью, разойдетесь. Я не знаю, чем она вообще думала. Ей только 16 лет. Типа, что она сейчас будет с этим ребенком делать? Ненормальная она, короче. Я тоже в шоке от ее реакции. Обидно. И она могла бы поддержать. Ничего, отправлю будет закладчиком. У мамы есть опыт. И не обзывать грубыми словами. Из-за переживаний я не смогла придумать, как лучше рассказать о своей беременности Диме. Но пока я была в ванной, мне пришло сообщение. А Дима, случайно перепутав наши телефоны, открыл его. И заодно увидел мою переписку с Юлей. Что это? Перепутал наши телефоны и случайно открыл переписку. Классическая история. Классическая реакция, когда рад. Да блин, я-то рад. Бля, как-то не очень я рад. Конечно, я понимаю, что мы с тобой планировали его. Но все же. Но все же, может быть, достанем какой-нибудь вешалкой его из вагины этого ребеночка. Нет? Блин, не ждать еще. Тем более так узнал. Не думал, что я тебе так быстро. Блин. 21. Блин. Загонялся, я четко обнутку думаю. Ну а что, уже сделал, что уже мой ребенок. Буду отцом и все. Да, вот и приплыли. Загонялся так, блин. Потом подумал, блин, а что, буду отцом и все. Хотя мы и сознательно планировали ребенка принять мысль о том, что он уже точно будет, оказалось непросто. Но отступать уже глупо. Нужно нести ответственность за свои действия. На следующее утро мы решили рассказать обо всем родителям Димы. Вообще в этом районе никто не догадывался, каким образом здесь появляются люди. Потому что все пользуются презервативами. И как они залетели, непонятно. Может быть они не пользовались им? Ну нет, это бред. Отец же покупал презервативы. Значит он должен был пользоваться. Значит он и пользовался. Возможно это непорочное зачетие. О чем вы думали? О детях. Мы сами хотели быть молодыми родителями. Планировали? Как планировать ребенка в 16 лет? Вы сами дети еще. Как, зачем и почему? Не образование, ничего у вас еще нет. Я это слышал уже раз в 900, наверное. Сколько этих выпусков посмотрел? Все, это на меня упадет? Почему здесь ты? Чего ты негатив сегодня гоняешь? Нет, не гоняет негатив. Я просто тебе объясняю. Аба, ты чего молчишь? Викое решение. Пускай сами принимают. Но это один выбор. И мы уже третий десяток. Так что ему самому решать уже. А не нам. Александр Борисович, вам бы на диетку сесть. Я вам официально заявляю, как человек в вашей весовой категории. Сахарный диабет, инсульт. Вам это не надо. Я вижу, что родители Димы не особо рады. Но хотя бы гадости от них, как от своей подруги Юли, я не услышала. Ну и ладно. И мы с Димой в хорошем настроении пошли в колледж. А когда мы вернулись из колледжа, тетя Наташа сказала, что если уж мы сделали ребенка и твердо решили его оставить, то пора вступать во взрослую жизнь. А это значит встать на учет в женскую консультацию, сдать анализы и пойти на УЗИ. Мне приятно, что она уже заботится... Как стать взрослым? Пособие. Встать на учет на УЗИ. ...на будущем малыше. Колледж я решила не бросать. Буду ходить на пары до родов. А там как получится. Бросала. Молодец. Я поговорила об этом с куратором. Он не стал читать мне морали. А все понял. Проблема лишь в том, что теперь все в колледже узнали, что я в положении. Ты слышал? Яна беременна. Так, знаете, беспалевно не наиграна рядом с ней. Ты слышал? Лена беременна. Яна. Вообще пипец. Да, жестко, жестко. Капец дырюху. 16 лет. Единственный человек, который меня не обсуждает, это моя подруга Юля. Потому что она ни с кем не сидит. Да, она и в принципе ничего не обсуждает со мной. Так как после ее жестяковой реакции на мою беременность мы не общаемся. Но сегодня после пар она первая со мной заговорила. Я хотела извинить спирт и было. Насчет? Ну, насчет того, что ты отреагировала. Это все было на эмоциях, понимаешь? Я не хотела тебя обижать. Я понимаю, что это было на эмоциях, но все равно слова твои обидели меня в тот момент. Прости меня, пожалуйста. Приятно то, что Юля извинилась. Решила простить ее, но потому что... Вот тебе пирожок из моей щеки. Примирительный. Она достаточно близкий человек. Продолжать общение хотелось бы. А ты мамке-то вообще рассказал? Пока нет. Сык от нас. Сык от на юб-то, а? На самом деле нет. Не боюсь говорить маме. Просто такую новость по телефону я рассказывать не хочу. Возможно, она просто продаст ребенка в какую-нибудь американскую семью, чтобы достать себе немного солей. До Балашихи я пока не доехала. Но сегодня после пар собираюсь туда. Всегда думал, что Балашиха называется. И наконец-то все расскажу. В смысле беременная? Прямо вот так. Я вообще в шоке. Ты с ума сошла? Мы вполне готовы стать. Абсолютно ничего не должно шокировать. Кстати, прикольные брови. Больше, чем глаза. Ужас. Какой я лукист, мразотный. Ничего не могу с собой поделать. Моя дочь в 16 лет забеременела. Что? Ужас. Моя мать в 35 стала наркоманкой. Что? Норм. Я думала, ты отучишься. На вышку, думаю, пойдешь. Пойду потом. С ребенком на руках. Я сама родила в 17. Люблю эти, знаете, нравоучения от людей, у которых было все то же самое. Понимаю, что надо было еще отучиться. Себя поднять на ноги. Знаете, эта девочка выглядит вот на возраст от 12 до 35. Реально непонятно, сколько ей лет. Потом уже думать о остальном. На что вы будете жить? Дима работает сейчас. Он сегодня работает, завтра не работает. У вас ни жилья своего нету, ни мозгов нету. Не учите меня жизни, а вообще сами на себя посмотрите, а потом говорите что-то. Я уже все решила. И вот тут как бы не добавить, не прибавить. Как мать я считаю, что это родители. Диму не доглядели. Надо было как-то быстренько все прекратить. Может быть, не было бы всего. Знаете, сюрприз, пожалуйста. Маш, поговоришь с Диминой мамой? Как я с ней поговорю вообще? Если мы с ней... О чем вы будете разговаривать? Йоу, Димина мама, привет. Есть, может быть, косарь. А зачем вам? Отгадайте. Я люблю солить суп. Даже не знакомы. Поговорю с Димой. Может быть, Дима там что-то повлияет. Дима еще молодой. Мне кажется, ему семья еще не нужна будет. Просит он Янку, они разойдутся. Пойдется под отку. Пошла глубокая диванная аналитика. Ой, я не могу. Ой, Димка, брось, понятно. Сразу видно, что разойдутся. Ой, сейчас не взять. Я написала Диме, что уже собираюсь... Напоминаю, это город, если кто забыл, электроугли. Что на экскурсию в электроугли, бляд? А там нету, короче, знаете, вот электростанций никаких. Там просто угли. И они какие? Верно. Электро. Ой. А он спросил, все ли в порядке. Потому что моя мама звонила ему несколько раз. Но телефон был на беззвучном. И он только что увидел. Я попросила ее перенабрать. Да. Ты понимаешь, что... Кстати, если электроугли поделить на электростанцию, получится углистанция. О, блядь. Все-таки ей рано рожать. Ну, может быть, позже? Давайте мы будем без ваших советов все решать сами. Зачем вылезть? Аборта точно не будет. Ну, я думаю, что Дима в силу своего возраста не осознал всю степень, может, ответственности. Зачем, блядь, в чужую жизнь? Я мужик взрослый сам отвечает на свои поступки. Да, я такой, что сожрал пальцы. Свои слова. Я должен сам решать, что, как дальше будет, а не кто-то будет решать замес меня. Когда я вернулась домой, Дима уже ожидал меня, чтобы рассказать о его разговоре с моей мамой. И я просто в шоке от того, что моя мама решила поучать не только меня, но и моего парня. Кого вообще к нам лезет? Диалог правильно начинает так. Ко-ху, бля. Ко-ху, бля. Ра-ра. Ра-ра. Я не знаю, ку-ху. Ну, что у вас тут? Да ничего. Ну, что у вас тут? Скучился по этой тросяночке. Мама мне звонила. Я надобор делал. Я надеюсь, что, конечно, она на эмоциях говорит. Короче, маму не... Ну, я представляю, если вот посадить, смотреть шоу «Беременна в 16» какого-нибудь американца, который учит русский, такой, я уже нейтив спикер. И просто слушает это и не понимает ни одного слова. Слушай, аборты делать не будешь. Будем рожать. Это мой единственный сын. Хочет там... Иссы сын? Иссы сын. Иссы сын – это одно слово. Какого сына? Иссы сын. Заметь ребенка. Для него я все сделаю. Будем воспитывать. Ассальто назад сделаешь? А че? Не сделаешь? Так а че ты тогда трындишь? Балаболка? Не молчишь. Надо работать. Тебе получше искать. Да я без тебя знаю, че ты начинаешь, ебово. Не маленький ребенок уже. Посмотрим, какой ты не маленький ребенок. Дима чисто рэп го. Ну и ке ты начинаешь? Э, че, не понимаю? Не понимаю, почему Дима злится. Тетя Наташа абсолютно права. И стоит прислушаться к ее совету. Вот моя мама советует только делать аборт. И я вижу, что тетя Наташа этим возмущена. Моя мама советует брать двойку шприц, а не пятерку, потому что там уже игла немного побольше. Тони не может диктовать, кому делать аборт, кому не делать аборт. И ей надо было изначально само делать аборт, а не диктовать своим детям. В последнее время меня начало тошнить. Тетя Наташа говорит, это токсикоз. И у нее он тоже был. И теперь я не понимаю, как она... А мама говорит, не добавляйте димедро. Ой... У меня как-то слишком много познаний в этом говне. Вы знаете, я просто посмотрел на канале Мопс Дядя Пес несколько видеороликов про вот этих вот всех падших личностей. И мои знания во всех этих химических делах резко повысились. Мне кажется, я в школе так химию не знал, как сейчас после просмотра этого канала. Она, зная, что это такое и как мне плохо, готовит именно то, от чего меня просто выворачивает. Фу, я думаю, чем воняет это мясо? Курицы. Меня тошнит от курицы и от запаха мяса. Ну так не нюхай, выйди из комнаты и все. Ну а кошечко откроешь, выветрится, потом сама покушаешь тоже. Я и не могу кушать, если у меня от запаха даже никакой буду есть. Совсем вызеваетесь надо мной. Она такая, так, вы можете вообще не кушать, вообще покиньте помещение. Моя квартира, я беременна, что хочу, то и дело. Вы в курсе, что беременность дает полный карт-бланш на любые действия в помещении, в котором я нахожусь? Так вот, покиньте, пожалуйста, помещение со своей курицей, забирайте своего мужа. Это квартира по законодательству. Если ты беременна, квартира, в которой ты живешь, переписывается автоматически на меня. И никакой курицы здесь не будет, все. А что делать теперь? Вообще я беременна, жалуюсь, что мне... Ужас, такая ты бедная, вообще. Одна ты женщина в мире беременная была, а одну тебя все раздражало, блин. Запаха этого плохо, а им все равно на меня. Нравится запах. Что, воняет мясо, меня тошнит. Сходи прогулять. Ты что в проблема, выйди? В чем проблема, что ты пришла? А, ну то есть так, да? Вам меня не жалко, короче, понятно. Ну, а у тебя и дерзкая какая-то. Да это гармон, что я не понимаю, что, е-мое. Нет, а что мне приготовить? Салаты будете ездить? Ну, говно и приготовь. Я надеюсь, что Яна поменяется во время беременности. Будет намного мягче. И будет это... Такая, что готовить, салаты, что ли? Такой, салат, это не еда. Это резкости, деркости, вот этот, эгоизма. У меня такое ощущение, будто бы в жизни началась какая-то черная полоса. Мало того, что тошнит каждый день, так еще и у Димы на работе начались проблемы. У Лизы зарплату? На продавцов наложили, слышишь? У Лизы зарплату? Много фишек. Сколько украли, сколько недострочек. Там, за кражу ты будешь это платить. Я часто... Ну, наверное, потому что ты материально ответственное лицо. Когда ты устраиваешься в магазин, то, как бы, подписываешь соответствующие бумаги. Странно, что у вас такого не было, в принципе. Мог сам там воровать. Говорю Диме, что ему пора уходить из супермаркета. Бывает, мы даже ругаемся из-за этого. Но вместо того, чтобы искать хорошую работу или проводить время со мной, Дима отрывается в другом месте и за другим занятием. Где есть ты? Где есть ты? Гугл переводчиком пользуется. Забыла русский просто. У них там свой язык в электроуглях. Электроугольский называется. Эу. И когда забываешь русский, приходится пользоваться. И вот он перевел, где есть ты? На электроугольском это звучит как... Ну, так... Угли горят и, в принципе, похож язык. А тебя не смущает то, что ребенок скоро будет... Ну, деньги нужны? Из магазина скоро вернется. Я правильно понимаю, у чела урезали зарплату. Он пошел поиграть в футбол. И все. Уже начались наезды. Найдусь работу, хватит мне перейти. Сказать, я приду домой, найду работу. Или он уволился. Я не понял, он пропустил что-то. Привискать. Каблук. Дим уже надоелся своим футболом, вот честное слово. Короче, Дим. Либо я... Ой, какой кот классный, жирный. Боже ты мой. Футбол, все, выбирай. В дальнейшем она его возьмет полностью. Под свой контроль. За яички будет держать она его. Хе-хе, за яички. Дима написал, что уже едет домой. Только пропустит по бокальчику за игру. На меня это очень разозлило. Вообще абсолютная классика. Помню в универе играли в баскетбол, там часа два безостановочно. И потом шли за какое-нибудь здание просто пить водя с какой-нибудь росинкой. Нормально поиграли. Можно теперь углеводную загрузочку сделать. Ужас, никогда не делайте так. Нормально, короче, для пацанов пойти там отмятить хлеб, какого напитка, ящика полтора надо. Нормально. Вообще мама, наверное, была права, когда про аборт говорила. Потому что с тобой ничего путного, видимо, у нас не получится. Прикольно, да? Ты заходишь в дом, и тебя начинают пилить с порога. Вот и ничего. Какой аборт? Ты своей головой подумай. Тогда делай что-то, чтобы были деньги, чтобы содержать ребенка. Это не просто так. У тебя свои деньги от государства? Что ты думаешь? То, что они от государства приходят, это ничего не значит. Тем более, это не такие большие деньги. На ребенка этого будет недостаточно. Каждый месяц я получаю 6 тысяч рублей за то, что маму и папу лишили родительских прав. И я в шоке, что Дима рассчитывает на эти копейки. Он что, когда ребенка планировал, собирался жить на мое пособие? Кто мужик? Ты или я? Ты должен зарабатывать, или я должна от государства получать? Я так понимаю, прошло мало времени, а ему уже начали давать пизды. Наш разговор услышала тетя Наташа. И несмотря на то, что в последнее время я нередко срывалась на нее из-за токсикоза, решила меня поддержать и вправить Диме мозги. Получается, Тайна как Альфонс. Мужик кто в семье? Чего меня себе накинули? Все какие-то дикие б***ь. Чего бы сейчас спать? Вообще. Вот ты что делаешь с ним? Это самая большая проблема в выпуске по итогу будет? Чувака нет работы, потом он ее найдет, и все станет хорошо. Наглеем. Дима просто не понимает, что его мама переживает за нашего ребенка, и лучше бы ценил заботу. Он не знает, каково это, когда родителям наплевать. С мамой я сейчас почти не общаюсь. А моему отцу бабушка рассказала, что я беременна. Но тот мне даже не позвонил. Поднесся нормально, в принципе. Значит, надо было так уже. Ну, просто цифры забыл. Сама понимаешь, почему. Ты Бог дает. Кому-то не дает. Ты там и до 50 лет люди просят. Если дает, надо брать отец. Прошел еще один месяц моей беременности и безделье Димы. И я уже не знаю, как к нему достучаться. Ладно, если он целый месяц ничего не делал, вопросов нет. Но он как-то сразу начала наезжать. А ты не думала, что, может быть, это обратная психология? Вот ты начала сразу ему говорить, найди работу, найди работу. Он такой, да пошла ты, не буду ничего делать. Так бы и сам как бы нашел. Боюсь, что ребенка буду одевать на 6 тысяч в месяц, что мне платит государство. Главное, котика кормите, мне остальное не важно. Что ты решил с работой? Буду искать. Нужно быстрее искать уже, как бы. Если работы не будет. Ну, побежал тогда. Будет то. Смысл вообще-то, да. Отношения и всего. Смысл отношений найти работу. Ну, как бы, будет ребенок, нужны деньги. Я знаю, что такое жизнь с безответственными родителями. Которые не думали ни о своем будущем, ни о нас, детях. Это очень тяжело. Но у моего ребенка все будет по-другому. Поэтому терпеть Димин пофигизм я не буду. Иногда в моей голове появляется такая мысль, что у него в башке, за место мозгов, солома. Не понимает. Вау, вот это прикол. Ты разрывная была, правильно понимаю. От всей ответственности. Не хочет что-то делать. Fuck you, bitch. Sassy, гирпич. Да, это тоже с разряда оригинальных шуток. Единственный плюс того, что Дима не работает, мы вместе идем на УЗИ. Классный плюс. Чтобы узнать пол-ребенка. Может, хоть это станет для него мотивацией. Керама-гранит, думаю. Думаешь, кто у нас будет? Пацан, конечно же. Нет, я думаю, будет девочка. Конечно, хочется больше девочку. Ну, он такой микрокуколзик, так что, наверное, будет девочка. Думаю, что девочка-принцесска маленькая. Платьицы, косички, вот это все. Вот, с ребеночком все хорошо. Все там на месте. Ручки, ножки. Да, 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 все на месте. А сердце там бьет? Все на месте, а ручки ножки. Она такая, двух рук нету, одна нога так же отсутствует. Конечно. Мозги на месте. Естественно. Ха-ха-ха-ха, бля, сегодня у нас юмористический выпуск немного. В Диму. Он папе ручкой машет. А пол? Вы хотите знать, у вас будет девочка. Понял. Неудивительно. Кем будут футболы гонять? Ни с кем. Второй по-любому будет мальчик. Рано еще о втором думать. Погранится девочка, сразу будем долбиться делать второго. На пацана под... Сразу будем долбиться делать второго. Пока не будет. Опять шпили-вили. Everybody. Шпили-вили, everybody. После УЗИ мы с Димой решили немного посидеть в кафе. Отпраздновать то, что ждем дочку. И заодно подумать над именем для нее. Кирилл. У тебя какие варианты? Мадина. Мадина? Дагестанские пацаны орят, что нормально именно будет? Аделина. Нет, нормальные имена давай. Ева. Ева. Ева классное имя. Ева Дмитриевна. Ну все, Евочка, мы тебя ждем. Много там вышло? Прилично. Есть некоторые сомнения по счету, смогу ли я его оплатить или нет. Ева, мы тебя ждем. Тебе надо устраиваться на работу, потому что я не работаю до сих пор. У тебя деньги с собой есть? В смысле? Какие? Твои государственные. Есть, ну и что? Не хочешь оплатить? В смысле? Оплатить. Нормально ты еще считаешь это? Так мы же пара. Мы должны друг другу помогать. Ну если у меня есть деньги, можно общий бюджет сделать и вместе распределить еще куда. Ну как начнем работать? Отданьте все. Ты уже должен был заработать. Ты даже такой день. Я питание пилишь. Потому что я хочу, чтобы ты менялся, а ты не меняешься. Все, отстань. Неадекватный? Какие предотвращения себе? Ты, дорогая моя, еще не видела неадекватных. Могут быть камни, если она все время не голодная ходит. Мне обидно от того... Ну, честно говоря, ее реакция меня немножко расстроила, потому что она в курсе, что чувак не работает, и они зачем-то пошли в кафе. Зачем? Типа, если пошли, значит, ты должна была рассчитывать на то, что сама заплатишь все. Как Дима себя повел. Куда подевался тот парень, который из-за меня когда-то заступился, с которым я планировала ребенка? Мне пришлось самой все оплатить. Домой мы пошли порознь, но когда я зашла в квартиру, Димы там не было. Чувак расстроился, пошел пить пивас. На пивас у него есть деньги. Пьяная шпи... Я предсказываю будущее. Я за копейку работу не хочу вообще. Хочу прибыльную работу найти. Перейти за денег, это тоже неправильно. От этого быстрее работы не найдется. Ну что, пойдем-то бухать? Прям конкретно затутим, чтобы ночь запомнилась вообще навсегда. Фух, прям тусанел. Пойдем, чуть-чуть. Пошли. Интересно, покажут, как выглядит ночь, по их мнению, которую стоит запомнить навсегда. Просто выпить 10 литров пива и лежать в своей блевотне? Я не могу дозвониться к Диме весь вечер и уже полночи. Понятия не имею, куда он пропал. И очень переживаю. Ой, какой котик красивый, боже мой. Ты звонила ему, да? Да, я звонила, он не берет сообщеник. Не расстраивайся? Я уже надоела, потому что надо что-то делать с этим. Рально понимаю, ему завтра анализ мочи сдавать. Ты время видел, Дим? Сколько? Много. Че тебе не... Время выпрямить мой горб. Нравится. Я еще в шоке, Дим, с тебя. Ну вот и че? Че? Где бухал, че по нему не видно? Теперь два горба надо выпрямить. Че тебе нравится? Не нравится. Там вещи? Там... Че ты не с ним на здесь в калифоне? Ты как разговариваешь, я не пойму. Хочу так разговаривать, тебе какая разница? Я смотрю, ты вырос? Да, и че? Да? А работать не хочешь? Че-то не видно, что ты вырос. Иди, д**й, 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 д**й. Д**й, стой, подожди. Все, че ты ее делаешь, пускай я хочешь, ты ее делаешь. Ты как разговариваешь, я не пойму. Трагедия просто вселенского масштаба. Как я не люблю выпуски, там, где вот самая большая проблема, это чувака уволили с работы, и начинается вот это вот мозгоколупание, типа, найди работу, найди работу, нет бы пришел, взял, пиво на них вылил. Начал драться, взял топор, порубал всю мебель, там, я не знаю, ну, какая-то, чтобы была интрига. Такие выпуски мы любим, а здесь, получается, большая проблема, пацан не устроился на работу и выпил пиво, все. Офигела, конечно. Мало того, что не работаю. Еще она ревнует его к футболу. Шляется с друзьями, приходит под утро пьяный, так еще и матом меня посылает. Такого я терпеть точно не буду. Один раз такое было, получается, все, терпеть я такого не буду. Я уже пережила в детстве времена, когда была никому не нужна. Но тогда я выжила, справлюсь и сейчас. Поеду к маме. Нет, давай, сейчас он проснется, мы переборим поговорим. Да не хочу я с ним говорить, без толпы. Яна, давай, подождем. Не, я все. Не, я все, я все, я все, мне хватит, до свидания. Мне кажется, я не заслуживаю. Такое ощущение, будто бы ей предложили, знаете, еще один черпак супа. Ни-и-и, я все, я уже наелась, все. Такого отношения со стороны Димы. Вообще, очень обидно, то, что так получается. И хотелось, чтобы было все хорошо, чтобы... Уже это будет максимальная жесть. Была идеальная семья, получается, что ничего не получается вообще. Яна, что такое? Что, послалились мы с этим? Приперся в пьяную ночь. Я тебе говорил, что... Ой, бля, я не знаю. Просто вспоминаю свое студенчество и, не знаю, если бы моя подружка мне говорила, что я, типа, пьяный пришел домой, наверное, бы не простречались очень долго с ней. Давайте все закончится. Ну, я решила прийти сюда. Ну, чего? Решила, так заходи. Янин приход у меня, конечно, и разозлил, и вообще... Я ожидала, что так будет. Ну, потому что, ну, он молодой парень, чего, он не нагулялся и будет гулять еще. Мама и сестра сразу же спросили меня, почему тетя Наташа не заступилась за меня и позволила мне уйти беременной под утро, да еще и поехать в другой город. Ну, наверное, тетя Наташа не хотела применять физическую силу. Она сказала, может, останешься поговорить. Сказала, не-не-не, я пойду. А твоя мама удивляется, почему тетя Наташа тебя не оставила. Но она попыталась, не оставила. Я бы не пустила бы. Я считаю, что так не должно быть. И мне пришлось рассказать маме и сестре все. И о том, что Дима не работает. И о том, как он меня послал. В отношениях двух, считай, тинейджеров, кто-то кого-то послал и есть недопонимание. Как бы папа ребенка. Одно и то же, знаешь, не айс. Ребенок растить. Лучше одной, чем сын. Ну да. Я не знаю, вообще, будет ли он что-то делать, чтобы извиниться, не извиниться. Извини, мало. Меняться надо. Ну да. Пусть поживет. А что? Люди не меняются. Ладно, на самом деле, я начинаю склоняться к тому, что все-таки люди меняются. Но нужно огромное желание. Не, на самом деле, конечно, я вот, знаете, начал переосмысливать эту фразу. И люди меняются. Я вот даже про себя так думаю. Типа, нужно просто огромное желание и мотивация какая-то. А также огромное количество времени. Ну а так, конечно, в моменте люди вообще не меняются. Это 100% информация. Пусть он посмотрит, как без нее. Покупайте мерч. Пусть она посмотрит, как без него. Расстояние и время поставит все на свои места. С тех пор, как мы с Димой поругались, прошло уже несколько недель. И все это время я живу у мамы. А Дима ни разу не вспомнил ни обо мне, ни о нашем будущем ребенке. Его мама пишет, спрашивает, как дела. А Диме будто бы наплевать. Был на эмоциях и пьяный. Ну раз я не собрала шмотку, значит, пускай. Я знаю, что она сама придет. Я за ней бегать не собираюсь. О, не куколок получается. Ладно. Прошла еще неделя, и Дима наконец-то объявился. Выдержал паузу. Ладно, это мы расценим как джентльменский поступок, а не куколтизм. Начал звонить и писать. Но я уже так обиделась, что он пропал на такое долгое время, что просто ему не отвечаю. Я тут самая пиздатоя, блядь. Понятно вам, уеба? Я хочу увидеть действия какие-то, а не просто слова. Как ты будешь с ребенком теперь одна? Ну как-нибудь. Как-нибудь это как? Конченый твой Дима, я честно говоря, вот серьезно. Извини. Я была бы лучше. Перед тобой, ты, конечно же, простишь его. Я как-нибудь люблю вот этих подружек, которые просто садятся где-то там и что-то навешивают на уши. Ну, не знаю. Мне кажется, Диме все равно вообще. То есть ушла она, не ушла, ему пофиг. Но Дима, мне кажется, не поменяется никогда. Извините, можно войти? Такого я не ожидала. Я так растерялась, увидев Диму красивого, да еще и с цветами. Красивый. Ну, Дима, ну молодец. Я в шоке. И подружки сидят такие, ой, бля, понятно, приперся, цветы туда. Ребята про себя думают, боже мой. Хоть раз бы кто-то мне сделал подобное. Просто. Вообще я сразу поняла, что Янка его простит. Все, она там, глазки заблестели. Че ты пришел сюда? Прости меня, пожалуйста. Че ты пришел сюда? Боже, как хуй, что пришел. Я был не прав. Я ради тебя буду готов на все. Буду работать. Гулянки. Тоже брошу. Буду с тобой все там ходить. Это тебе. Спасибо. Я готова простить его и дать ему шанс. Я знаю, как это, когда семья не полная и когда ребенку не хватает любви. Вот я, например, не знаю, когда семья не полная, потому что я 105 вешу. Жены мамы или папы. Для своего ребенка мне, конечно же, такого не хочется. Ребенок должен расти в полной семье и чтобы все было хорошо. Мы с Димой. Бля, у меня ребенок будет все идеально чувствовать. Он отпросил меня у преподавателя, чтобы сразу поехать к моей маме, забрать вещи и отвезти меня снова к себе домой. Я лично надеюсь, что он немножко пересмотрит свое поведение, изменит и у них все будет хорошо. Изменит раз, два, три, возможно, и все будет нормально. Она поймет, что парень-то востребованный. Все-таки, чтобы ребенок рос с отцом. У нас с Димой какая-то идиллия. Мы очень соскучились друг по другу. Он сейчас даже на тренировке ходит редко и все время со мной. А сегодня у нас особенный день. Мы лежим рядом с болотом. Я окончила первый курс, а Дима теперь дипломированный монтажник. Представляете, как им было жарко, когда они это снимали. Чел просто максимально потный. Мы решили это дело отметить. Дипломированный монтажник под виноградом в электроуглях. У меня на работу устроился. Ничего себе. И сколько будут платить? 50-60. Ничего себе. Я рада. Я же тебе обещал, потому что надо работать. Теперь буду пытаться все делать хорошо для семьи. Молодец. Дима будет монтером путей на железной дороге. Ну нормально, красава. Че будем малышки покупать? Кроватку нужно. Заплату получил. Так, так вот все купим. Я думаю, то, что жизнь теперь наладится, вот, и все пойдет по нужной дорожке. Я надеюсь, все. Типа, самая большая проблема выпуска закончена. Чел нашел работу. Горло. И так и случилось. Дима теперь работает полный рабочий день. И сегодня у него первый выходной. Но с утра он уже куда-то ушел. И вскоре я узнала, куда. Выходи за меня, Яна. Кстати, прикольно написал букву И. И за меня через дефис. Яна. Солнышко мое. Солнышко мое. Я. Выходи. Э, Сэш. Выходи. Я думал, можешь что-нибудь как-то неоригинальное сделать ей приложение. Не, ну это оригинально, согласен. Я вообще такого не видел никогда. Блин. А можно лицевать, наверное, с фольтиком? Выходи за меня. Да, надо-ка сделать. Надпись написала, конечно, с ошибкой, но все равно приятно. Ужас. Моей, мое. Хорошо, анимация рисовать. Ну, сделай как мог. Солнышко мое. Солнышко. Выходи. Я, короче, как хотел, ну, типа, оригинально сделать, как никто не делает. Возможно, думал, вот на асфальте написать, Мело, выходи за меня. Либо, может быть, розами до кровати от ванны выложить что-нибудь тоже. Либо свечки какие-то поставить. Либо завтрак принести в кровать. Ну, может, какие-то оригинальные вещи. Или кольцо кинуть в бокал от шампанского. Че-то такое никто не делал. Я креативщик по натуре. Тебя так люблю. Выходи на улицу. Выходи, мула, блин. Ну, а че ты? Родная, роднулечка моя, давай, не стесняйся, выходи. Зай, я тебя очень сильно люблю. Я очень ждал этот момент. Ты видишь меня замуж? Да. Ха-ха-ха, да романтично. Я счастлива в том, что он сделал мне предложение. Я счастлива в том, что он сделал мне предложение. Потому что я его люблю. Я его люблю и у меня сделал предложение. Очень оригинально и креативно. Это мой парень. Я его обожаю. И родители такие, ой, вообще класс. Такой парень классный. Я пошла знакомиться с родителями Диминами Родиану. То, что она бы просила. Сама я бы, ну, не пошла бы. Ну что, будем решать по поводу свадьбы? Ну, так, Родиан не хотел свадьбы изначально. Мы обсуждали это дома. Поэтому мы... Что решать по поводу свадьбы? Не знаю. Мы когда поговорили, она согласилась. Это делается ради воспоминаний, наверное, а не так просто. Что вы от матери ее хотите, я не понял. А на выписке-то вы будете присутствовать в нас? А вы у нас на выписке будете? Мы будем. А вы скидываться не будете, да? На что? На выписку, чтобы что-то купить. Кажется, эта женщина принимала минимальное участие в воспитании своей дочери. Она с ней вообще не жила. Она как бы формально ее мать, а по факту нет. И спрашивать с нее какие-то деньги на свадьбу, это, блядь, максимальный бред. Так не я собираюсь детей заводить, правда? Ваш сын... Хорошо, что она бросила вообще наркотики жрать. Ура! Вы должны порадоваться, а не идти к ней и просить у нее деньги. С ребенка заводить. Вы изначально пригласили... Что вы хотите от наркоманки? Я не понимаю. ...тебе жить пустили девчонку. У вас есть свое мнение, чтобы что-то высказать? Это что такое вообще? Послушайте меня. Да мне нечего слушать. Не вы будете решать, есть ли у меня мое мнение или нет. Так а что тогда она у нас живет? Так почему не у вас она не живет? Какая мать отпустит 16 лет жить с парнем? Так не пускали бы. А что же вы пустили-то? По факту. Надо было, мне кажется, в первую очередь связаться со мной, да? Сказал бы, вам не странно, что ваша дочь живет у нас. Не побоясь даже уголовной ответственности, правда? Смелая женщина. Да, смелая. Прочитал недавно уголовный кодекс Российской Федерации по поводу педофилии. Ну и там есть мера наказания. Это общественные работы. Прикиньте, за педофилии. Типа да, там могут посадить, по-моему, от 4 до 6 лет, а также общественные работы. Вы позвонили бы и сказали бы. Мою дочь не посадят. Сына вашу... Вы хотите спросить сейчас, зачем ты это читал? Скажу честно, у меня рядом садик. Шутка. На самом деле, я обзор сценарий пишу, и там, короче, понадобилась информация. Садик. За что посадить? Ну, почитайте уголовный кодекс. Я знаю уголовный кодекс. За что? За связь, несовершеннолетний. Так она с 13 лет у вас где-то шарахается. Да это никого не волнует. Вы сейчас Янушу ходите оскорбите? Слышь, что ли? Все, я не хочу даже разговаривать. На него либо адвоката, б***ь, все нормально было. Идеальное знакомство выглядит вот так. Глупости говорите. Вашего сына не посадили туда-сюда. А что ее дочка в 16 лет где-то ночует? Это она момент сразу же убрала. Мы от яда не отказываем просто. Так она у вас ночует. В чем проблема? С родителями с ее общаться не будем, и все. Если бы родители не позволили им жить под одной крышей Димина, наверное, бы не было бы сейчас вот такого неожиданно радостного, события. Поэтому пусть отдуваются теперь. Ну, эта женщина, в принципе, в целом достаточно адекватно отвечала. И я тоже особо не понимаю, что это за претензии. Типа, она сказала, что не будет скидываться. И эти начали просто тыкать, типа, ой, а ваша дочь там какая-то профурсетка? Твоя мама сказала, вот, я... Не, я понимаю, если бы там была какая-то нормальная женщина, которая воспитывала своего ребенка, такая, ну, не знаю, я не хочу скидываться, потому что у меня нет денег, и как бы вообще не хочу эту свадьбу. Но еще можно было как-то это понять. А тут просто, ну, типа, бывшая наркоманка, которая там еле живет. Че вы от нее хотите? Ненадцать лет гуляют. Типа, ***, это такое. И они пошли знакомиться, получается, с ней только из-за того, чтобы взять с нее бабки. Тоже мне, наверное, неприятно слушать такое. Ну, блин. Не знаю, моя мама лично не могла такую сказать. А что там было? Это, конечно, я не знаю. Мама так не скажет вообще никак. Но мне слова моей мамы не дают покоя. И я решила сама спросить у тети Наташи, что она имела в виду, когда говорила обо мне такое. Зачем так говорить было? Ну, просто в тот момент мы были на эмоциях. Ну, значит, так думаете в каком-то моменте. Кстати, если такие мысли промелькают, значит, где-то в душе она тоже так считает. Ладно, верим. Я переобуваюсь, просто самый быстрый переобочник в этом, где это, на Диком Западе, в этом Диком Западе. Близко сердце не принимает, а... Хорошо. Я в каких-то моментах, может, тоже была не права, так что тоже мягко. Какие милые, боже мой. Я думал, может быть, драка на ножах хотя бы. Простите. Может, резко где-то была. Ну, это у тебя просто сейчас эмоции беременные, и поэтому я как-то не обращаю на это пока внимания ничего. Ну, хорошо. Все. Ничего. Без обид. Без обид. Ага, да, мультиполикационный персонаж какой-то. В общем, затем наступил день свадьбы, и все было по канону. Шалаш из простыни, каравай, водка, и, надеюсь, за кадром нам не показали драку. Потому что на таких мероприятиях она бывает всегда. Ну, и спустя пару недель наша девчонка попала в роддом. И благополучно родила дочь Еву. Но я быстро научилась понимать, что хочет моя дочка. Хоть я и понимаю, что все хлопоты еще впереди, и они будут ждать меня дома. Ведь сегодня долгожданная выписка, и кажется, в роддоме аншлака за меня. Ведь пришли все. Ведь пришли все. Регина Дубовицкая, Евгений Петросян, Сергей Дроботенко, Клара Новикова, Елена Воробей, Семен Альтов. Я могу это бесконечно продолжать. В общем, пришли все. Дима моя бабушка с Полиной, сестра, а также пришли родители Димы и моя мама. Они даже закопали топор войны ради встречи с внучкой. А еще пришел тот, кого я, честно сказать, не ожидала увидеть. Мой папа. Здоровья. Батя на отходосычах чисто пришел. Глубокое уважение ему. Правда, главное. Спасибо. Когда я увидел свою малышку, конечно, эмоции переполняют меня. Охота больше с ней время проводить. И все, ваше. Папа, мальчик. Мой чудо-ребенок. Я, ну, буду помогать, конечно, по возможности. Я прабабушка. Говорят, кто дождался правнучку или правнука, счастливые люди. Я счастлива. Тетенька чисто на максимальном позитивчике. Как сказал бы женек, позитивные вибрации так и веют. Моя жизнь изменилась. Наладились отношения с отцом и появилась очаровательная дочка, которой я не могу налюбоваться. И мне так нравится кормить ее грудью, потому что в этот момент я чувствую, что мы одно целое. Очень счастлива, вообще рада, что я родила, что я молодая. Можете спросить, а что я так кряхтанул? Я просто не очень люблю смотреть, как чужие женщины кормят детей грудью. Мои женщины я люблю смотреть. Девчонки, заходите. Но самое большое счастье для меня, это видеть, как Дима нянчится с малышкой. А еще ждать его с работы, чтобы провести вечер втроем. Появление нашей дочки. У меня это Дима, и с самого начала я какого-то негатива не вызывал. Видно, что у него такое доброе и достаточное лицо. Я считаю то, что, блин, у нас семья все равно как... Такой туповатенький, хороший мальчик. Лучше стало. Мальчик как-то более лучше относится к другу. Ева поменяла нашу жизнь в лучшую сторону. И я думаю, будет менять дальше. Потому что она будет расти, и с этим будут расти наши отношения, наша семья. Какая прекрасная аллегория, боже мой. Да. Алло, здорово, браток. Здорово. Ладно, пойдем, сегодня тусовочка у нас намечается. Пойдем нормально, отдохнем, бухнем, пусть. Нет, я сейчас жена хочу побыть. Я с ребенком. Ничего себе! Да ничего страшного, не обидится. Пойдем. Да не, Вась. Видите, ребенок поменял парня. Нормально девки будут с девотокими. Да какие девки, ты все гонишь. Единственный выпуск, который, можно сказать, люди меняются. Жена есть, как тебе девки. Жена не стенка, Вась, не мешает. Но 99% не меняется, поэтому покупайте мерч, ссылочка в описании. Мешает ничему же. Мешает. Каблук, шля. Давай, все, мозги. Каблук, шля, да. Пока ребенок родился, начинаешь разознавать то, что уже тебе не до друзей. А когда ты сидишь с дочкой, мне кажется, это... Ну, он хотел этого просто, на самом деле. Поэтому ничего удивительного. Ничего может быть лучше ребенка на всей жизни. Ничего больше такого не будет. На самом деле, очень милый и хороший выпуск в целом. Один позитивчик от него получил. Да, там были какие-то подпивасные моменты. Но в целом все. Кайф, прикольно. Надеюсь, вам понравилось видео. Давайте поставим много лайков. Напишем много комментариев. Для меня это очень важно. Вам не сложно, а мне приятно. И будет мотивация работать дальше. Ну, а с вами был, как всегда, я, приятный Ильдар. Приятное облачко. У-ху-ху. И я полетел дальше заниматься своими облачными делами. Всем пока. И хорошей погоды в вашем доме. Сказал, как Лариса Долина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!